Как говорится, поспешишь, людей насмешишь. При кровле крыши школы строители решили сэкономить время, и вместо того, чтобы поднимать на крышу по одному листу профиля, они подняли сразу все. Что и требовалось ожидать, один за другим они стали стремительно падать на землю. Хотели как лучше, получилось как всегда. Такое можно увидеть только в супер блокбастерах. Водитель гидроцикла совершил невероятное спасение серфингиста от огромной волны. На кадрах с дрона видно, как серфингист после первой удачной схватки с волной хватается за заднюю часть скутера. Водитель старательно набирает большую скорость и рвется быстрее к берегу. И тут начинается решающая битва. Огромная масса вспененной белой воды несется со скоростью 96 километров в час прямо за ними. Но несмотря ни на что им удается выбраться из лап разбушевавшейся волны и приплыть к берегу целыми и невредимыми. В этой семье сложилась очень милая традиция. Каждое утро, когда девочки ждут свой автобус для того, чтобы отправиться в школу, верный пес сидит в сторонке и тщательно следит за тем, чтобы посадка на автобус произошла успешно. После чего довольный возвращается домой. Бразильский владелец компании аксессуаров для аквариумов снял на камеру редких золотых рыбок, плавающих в одном из резервуаров его магазина. Эти очаровательные создания имеют щечки, называемые пузырьковым глазом. На самом же деле раздутые щеки являются мешочками, заполненными жидкостью, которые выступают из глаз рыбок. Герои следующего ролика не могли и подумать, что вдруг их отдых внезапно прервется из-за падения огромных камней с близлежащей горы. К счастью, все остались целы и невредимы, пострадала только палатка. Казалось бы, такой невероятный вид может только присниться во сне. Ты плавно скользишь на коньках по ярко-голубому замерзшему озеру. Выглядит потрясающе! Это первый зафиксированный случай за всю историю существования черепах. Маленькая черепашка родилась с открытым сердцем. Ее уникальный внешний вид никак не влияет на ее здоровье. Черепашка растет и процветает с каждым днем. Колобома – это врожденная аномалия глаза, при которой нарушена целостность одной из его структур. Например, века, радужной оболочки, сетчатки или зрительного нерва. Данная аномалия может сопровождаться частичной потерей зрения, но может и совершенно на него не влиять. Это видео появилось в сети недавно, но сразу же начало стремительно набирать популярность. Чудо-рыбу с человеческим лицом засняли в Китае, в одном из популярных прудов. Иллюзия лица создается из-за пятен, располагающихся на ее голове. Плюс ко всему, специфический окрас напоминает человеческие глаза, нос и рот. Как в итоге оказалось, это вполне себе обычная рыба кои, принадлежащая одной из разновидностей карпов. Очень специфического попутчика обнаружила на своей машине компания друзей. Им оказалась самая настоящая змея. Даже несмотря на довольно большую скорость автомобиля, змее это не мешало свободно передвигаться по боковым стеклам. Брррр, увидев такое на своей машине, я бы просто впала в панику. Если змею на авто еще можно себе представить, то вот следующих существ с трудом. Каким образом на машине могут появиться осьминоги? В городе прошел очень сильный тайфун, который, как оказалось, и принес двух маленьких осьминогов на лобовое стекло автомобиля. Очень важная и нужная вещь в современном мире. Во Франции появилась инновационная разработка, которая уж точно положительно повлияла бы на наглых водителей, которые не привыкли останавливаться для того, чтобы пропустить переходящих дорогу пешеходов. Подобный автоматический переход однозначно спровоцировал бы больше внимательности на дорогах, как у водителей, так и у пешеходов, а также снизил бы количество травмоопасных несчастных случаев на проезжей части. Этот парень, бродивший по лесу, сразу подумал о том, что наткнулся на погибшего оленя, убитого охотниками. Достав свой смартфон и включив камеру, он и подумать не мог, что олень окажется живым. Почувствовав рядом приближающегося человека, олень резко открыл глаза и со страху подкакал вглубь леса. Как на мыльном шарике могут образоваться морозные узоры? Все очень просто. Эти узоры представляют собой крошечные кристаллики льда, которые образуются из паров воды. Из-за этого и происходит кристаллизация поверхности. Впечатляет, правда? Обезьяны очень активные и любознательные животные. Недаром по одной из версий считается, что человек произошел именно от обезьян. Забавный случай произошел в зоопарке. Проходящая парочка решила продемонстрировать фокус со стаканчиком скучающей обезьянки, запечатлев все на камеру. Развеселить получилось и обезьяну, и себя. Уж больно ее реакция на пропажу фрукта была уморительной. Хозяин всегда будет спокоен за свой дом, когда в нем живет такой храбрый охранник. Наружная камера видеонаблюдения за домом зафиксировала около крыльца двух заблудившихся медвежат. Заподозрив неладное, маленький пес гневно ринулся провожать незваных гостей со своего участка. Вы можете подумать, как такое может быть и в чем здесь подвох? Как вертолет, будучи на высоте, может быть с выключенными верхними лопастями? Каким образом он вообще тогда поднялся в небо? Весь секрет в том, что это всего лишь визуальный эффект от камеры. Ее скорость записи кадров точно совпадает со скоростью вращения лопастей вертолета. Тут комментарии излишни. Просто неописуемое зрелище. Более тысячи дельфинов прыгают в бурном потоке океана, создавая белые вспененные волны. В этом видео туристам посчастливилось стать свидетелями невероятного прыжка кита. Вероятно, млекопитающее, увидев стоящую на воде лодку с людьми, захотел поприветствовать их. Получилось весьма завораживающе и очень мокро. Если прыжок кита это несомненно дружественное приветствие, то вот такой вот поступок от акулы кажется очень уж недоброжелательным. В открытом океане компанией рыбаков очень непосчастливилось встретить разъяренную акулу. Свирепый хищник был, видимо, настолько голоден, что спутал их лодки с чем-то съедобным. Или просто захотел отогнать подальше своих конкурентов с удочками. На одном гран-при Формулы-1 пилот самолета одного из спонсоров решил показать пилотаж высшего класса. Он сделал очень рискованный трюк, пролетев в нескольких метрах от гоночной трассы. Никогда не знаешь, какое приключение может с тобой случиться в заснеженных горах. В ясный солнечный день на группу сноубордистов и лыжников очень резко стала надвигаться огромная лавина. Бежать и скрываться от нее было уже поздно, так что отчаянным спортсменам пришлось лицезреть это явление из самого эпицентра. Буду очень благодарна, если вы поставите лайк, а если поделитесь этим роликом с друзьями, я буду безумно счастлива. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и включайте уведомления, чтобы не пропустить новое интересное видео. С вами была Марго, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok